В крестном ходе приняли участие не менее полутора тысяч человек. Движение началось от храма равноапостольного князя Владимира, что на улице Виноградной. После праздничного богослужения священство и прихожане направились в центр города, к площади флага. Прошли мимо парка Ривьера, вышли на Платановую аллею и свернули на Новогинскую. Участие в пасхальном шествии приняли настоятели всех храмов Сочи. Общий путь составил 5 километров. Верующие прошли его примерно за 40 минут. Это были и сочинцы, и гости города. Также среди тех, кто преодолел этот путь, были представители казачества и городской власти. Я очень хорошо отношусь к этой традиции. Тем более этот крестный ход посвящен великому празднику Пасхи. А Пасха – это праздник праздников. Это действительно возможность всем христианам вместе собраться, вместе помолиться, вместе побыть на службе, а потом вместе поучаствовать в крестном ходе. По окончании крестного хода на площади флага отслужили праздничный молебен. Епископ Герман, глава сочинской и туапсинской епархии, отметил, такой крестный ход планируют проводить ежегодно, в субботу пасхальной недели. Я смотрел окна многодажных зданий, многие буквально выглядывали, открывали специальные окна, выглядывали, чтобы хотя бы таким образом поучаствовать. Знаете, крестный ход – это очень такое сильное действие на самом деле. Это соборная молитва своего рода, когда все принимают участие, от мала до велика. Вот со мной маленький мальчик рядом шел всю дорогу, нес иконочку. Владыка Герман впервые возглавил крестный ход на курорте. Сочинская и туапсинская епархия была образована несколько месяцев назад.